Всем привет! Вы на канале ProCars Plus Как вы и просили У нас сегодня на обзоре Машинка дешевле 300 тысяч Это у нас Chevrolet Lachete 2006 года выпуска С мотором 1.6 По данному авто Авто за свою цена-качество Она полностью оправдана У данного владельца Эта машинка Катается на ней 11 лет Особых геморроев Головников с ней Не встречал Делая своевременное Плановое ТО Замена масел, колодок Ремня ГРМ Этот автомобиль вас будет радовать Из плюсов У него расходники Очень дешевые В плане содержания Если накатывать В данном случае Владелец накатывает Где-то 10-20 тысяч в год Он тратит Пускай 5 тысяч рублей Это на год Это то есть Замена масла Колодки меняет Он раз в два года Колодки стоят Я уже не помню Последний раз Мы ему меняли Колодки По-моему Отдавали за перец 900 рублей За зад Где-то так же Может чуть-чуть подороже Так же Что из плюсов Салон у него Не маленький Даже При моем росте Метр семьдесят То есть Сидишься Полноценно То есть Место вот Все как бы Сидишь Все удобно Все под рукой Ничего лишнего Так же Если сесть Даже сзади То есть Сам за собой Садусь Место То есть И перед ногами И над головой То есть Как бы Всего хватает Так же Тут даже Очень приятный Багажник Особенно Он понравится тем Кто Семейные люди Как бы Ну машина В принципе Не молодежная Так скажем Для семейных Хлан всякое Барахло Но багажник В принципе Не маленький То есть Довольно Хороший Меститель И то есть Подъем у него Нормальный Ничего Мешаться Не будет При загрузке Вот Сейчас И с вами Проход А так же Из плюсов Вот то есть Машинке 11 лет Машинка Не билась Не красилась То есть Вот посмотрите В принципе Пузов Сохранился Очень хорошо То есть Эту машинку Покупали Там в 2006 году Она так же Стоила В районе Чуть-чуть Больше 300 тысяч Ну вот Как мы видим За 11 лет Кузов Сохранился Очень даже И достойно Пороги Не облезли Задние арки Тоже все на месте Рыжиков Нет Еще раз повторюсь За эти деньги То есть Лучше вы По крайней мере Ну есть Там В сравнении Это можно Выбрать машину Но В данный момент Этот автомобиль Стоит Ну там 250 тысяч То есть Можно взять Такой вот Комплектации Все С таким же мотором 250 тысяч рублей Ну по крайней мере В нашем регионе То есть Свердловской области Это можно взять Вот у него есть Одна царапка На двери Ну и На заднем крыле Маленькая Ну это уже Кто-то во дворе Ему Шоркнул Сейчас мы заедем В ремонтный бокс Там откроем капот Посмотрим Покажем Что доказать Вот в принципе Загнали мы В наш ремонтный бокс Сейчас откроем капот Посмотрим Что у нас там Находится То есть Мотор стоит Старый Проверенный Надежный Опелевский двигатель Экотек 16 клапаны Двухвальный То есть Мотор Еще раз повторюсь Очень надежный Экономичный Есть у них Ряд болезней То есть Вот По данному мотору То есть У них Подтекает Даже вот видно Вот у человека Опять течет масло Из под крышки Клапанов Лечится это все Заменой прокладки Под крышки Клапанов То есть Стоит она В районе 400 рублей Также Ремень ГРМ То есть Комплект ремня То есть Вместе с роликами Где-то стоит В районе 5000 рублей В принципе Это недорого Менять там Его хоть и пишут 100-120 тысяч Но Мы в это не верим Мы живем Еще в России Вот Менять В принципе Как бы нужно Ну там 70-80 тысяч То есть Откатали И Как бы Хватает Еще что То есть У них Ну именно Этот автомобиль С этой проблемой Не сталкивался Именно Первые выпуски Лачете Сталкивались С тем Что Где-то Что-то Напутали Короче У них Подвисали Клапана Но это все Как бы Устранилось Все Но в данном Автомобиле Повторюсь Еще Этого не было Также Тут все Просто Доступно То есть Все что Нужно Вам Лампочку Там поменять Датчики То есть Оно вот Все находится Сверху Блок ИБУ У нас Стоит Тут Конечно Немножко Лично Мое мнение Это как бы Ну немножко Неправильно Что он Находится Под капотом Вся грязь Все Говно Все попадает На него В принципе По двигателю Мы все Разобрали То есть Как бы Больше На нем Болячек Никаких Нет Коробка Тут Стоит Надежная Единственный Как бы Ну Минус То есть Что большой ход Рычага Ну в принципе Это не критично Так Ну под капотом Вроде как Все разобрались Перейдем К ходовке То есть По ходовке То есть Подвеска У нее Хорошая Мягкая Энергоемкая Болячки По подвеске То есть У них Вылетает Ну опять же Вылетает У кого как Зависит От дорожного покрытия Где вы ездите Если конечно Ездить По ухабам Постоянно Вам Эти стойки Стабилизатора Будут там Каждые 5000 5-10 тысяч А так В принципе Если дороги Более-менее То есть Хватает их Нормально По амортизаторам По стойкам То есть В данном автомобиле Еще все стоит Родное Пробег у нее Что-то в районе 140 тысяч Может чуть больше Чуть меньше Точно не помню В принципе По ходовке Все так же Просто Все так же В принципе Дешево Если что-то Там полетело Так как Больше Как бы проблем На ней нет У автомобиля Своих денег Стоит То есть Если кто-то Там Планирует Приобретать Такую машину То есть Можно брать Ну Опять же Брать надо Смотреть Потому что Есть Эземпляры Убитые Ушатанные Битые Переколоченные На этом все Подписывайтесь На наш канал Кто еще не подписан Ставьте лайки Пишите комментарии Также у нас Есть группа Вконтакте Ссылочка будет В описании Переходите Подписывайтесь Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...